Так, куда я маркер положил? Итак, итак, так, что на доске? Нет, там маркер не давал, так, вот, тут есть еще синий, пополк пишет, еще красный, зеленый, значит, я им не пользуюсь, хотя, может быть, сегодня, может быть, сегодня воспользуемся. Итак, давайте вот с чего начнем, значит, вот свойства скалярного произведения в прошлый раз с вами доказывали, ну, некоторые свойства установили. Давайте вот с такого утверждения начнем. Скалярное произведение, вот, такая вот функция, да, как функция из x в x в r, где x рассматривается на первое пространство, является непрерывной. Скалярное произведение – это непрерывная функция. А то есть, что имеется в виду? Из того, что xn-ая сходит к x, а yn-ая сходится к y, следует, что xn-ая на yn-ая сходится к x на y. Так, это утверждение, вот, давайте мы сейчас с вами докажем. Так, ну, попробуем. Так, значит, что получается? Надо оценить разность. xn-ая на yn-ая минус x на y. Равно. Ну, стандартный здесь прием, надо чуть добавить и вычесть. xn-ая минус. Ну, давайте я вот так, так, сейчас, xn-ая на yn-ая. Давайте я вычту x на yn-ая и добавлю x на yn-ая минус xy. Так, что получается? Меньше либо равно, модуль суммы меньше либо равен сумме модулей. Если я напишу так, xn-ая минус x на yn-ая плюс, плюс, так, а здесь вот так напишем, x на yn-ая минус y. Ну, и пользуемся, значит, свойством скалярного произведения. Теперь у вас понида неравенством Каши-Буняковского. Скалярное произведение не превосходит. Так. Нормы. Нормы. плюс x на норму yn-ая минус x. Значит, норма – это корень из скалярного квадрата, да? Вот. Значит, соответственно, неравенство Каши-Буняковского. Ну, что мы знаем? yn-я минус y сходится к нулю, поскольку yn-я сходится к y. Вот здесь вот xn-я минус x сходится к нулю, а yn-я – это сходящийся… А можно тупой вопрос? Да. А вот до того, как мы применили Каши-Буняковского, мы там модуль потеряли или лишний поставили? Это не хватает. Вот тут спасибо. Вот этого не хватает. Спасибо. Да. Значит, y-я – это сходящееся последовательство. Раз она сходится, то она ограничена. Ну, походят константы, да? Вот. Значит, получаем, что y – это константы ограничены, это к нулю, это к нулю, значит, что это к нулю стремится. Вот получили, что скалярное произведение является непрерывной функцией своих аргументов. Мы сегодня вот этим воспользуемся, будем сегодня пользоваться этим свойством. Теперь вот еще, давайте что вспомним. Что же нам сегодня пригодится? Артегонализация грамма Шмидта. Артегонализация грамма Шмидта. Итак, пусть есть x-нормированное пространство. Нет, не нормированное, а пространство в скалярном произведении, бифклидово. Бифклидово пространство. Так, в нем, в этом пространстве рассматриваем набор векторов. Так, x1, x2 и так далее, xn и так далее до бесконечности. Будем считать, что есть такой бесконечный набор векторов. Ну и считаем, что этот набор векторов линейно независим. Здесь надо уточнить, что такое линейная независимость, но будем считать так. Любой конечный набор векторов линейно независим. Любой конечный набор векторов линейно независим. Я утверждаю, что из данной системы векторов можно получить ортонормированную систему. значит, каким образом? Значит, давайте определение дадим. Значит, назовем систему векторов ортонормированной или бесконечность. ортонормированная система. если у и т на у ж равняется дельта и тому ж то есть единичка, если и равняется ж и нолик, если и не равняется. Такая вот система векторов называется ортонормированная. Значит, ну как нам ее сделать? Вот если сказать, у нее независимая система, надо из нее получить ортонормированную. Такая процедура, да? Значит, давайте сначала мы построим вектор z1 равный x1. Потом давайте z2 искать в виде x2 минус λ2, 1 x1. Ну и как найти вот этот коэффициент λ? Я хочу, чтобы вектор z1 был ортогональю вектору z2. Давайте мы вот это скалярно умножим на x1. Так, сейчас посмотрю. Наверное, не на x. Ну, это то же самое, конечно. А, вот, знаете, что? Вот так, чтобы было понятнее. z1, да? То есть, вот z1 уже взяли, а дальше мы его используем. И умножаем это скалярно на z1. Мы хотим, чтобы z1 был ортогонален z2. Тогда вот мы хотим сделать так, что здесь был 0. А тут что получается? x2 на z1 минус лямбда 2 минус лямбда 2 z1 на z1. Отсюда число лямбда 2 1 нужно выбрать следующим образом. x приравняем к 0, получаем x2 на z1 так на z1 z1. Вот x лямбда 2 1 построили. Дальше на n-ом шаге мы хотим построить вектор zn в виде xn минус и сумма по кат 1 до n-1 лямбда n катая z катая. И найдем эти коэффициенты лямбда n катая. Давайте умножим на z какой-нибудь l. л у нас какое число? l меньше, чем н-1. Ну натуральное число меньше, чем равное n-1. Так умножаем. Умножаем. Что получаем? Здесь мы хотим 0. Здесь будет z l на xn минус так 0. а здесь видите в силу того, что z это система ортогональных векторов здесь в этой сумме останется только лямбда n l t z l t на z l остальные все обнулятся. Ну вот так строим систему построить таким образом. лямбда n l t будет равняться z l t на xn поделить на z l t z l t с калярами квадрат надо поделить. Так вот ну вот получаем что вот система z n обладает следующим свойством. Мы ее так построили. z kt на z l равняется нулю если k не равно l. То есть все эти векторы ортогональны. Ну теперь их надо что называется отнормировать. Уже легко делается. Чтобы нам отнормировать мы строим такую систему. y kt определим как z kt поделить на норму z kt тогда что получается что норма y kt будет равна норме z kt по свойству норме определить на норму z kt значит будет равна единице. Ну и при этом yk на yl будет равна 0 если k не равно l. Ну вот по любой системе векторов можно построить ортонормированную систему. Но по любой системе независимых векторов. Но если они зависимы то на каком-то шаге получится так что у вас два вектора ну что 0 возникнет у вас все загулится если вдруг окажется так что какой-то линия зависимый вектор внули в эту систему. Вот. Ну я думаю вот эта процедура вам была знакома здесь только единственное что там процедура была конечной потому что рано или поздно заканчивались а тут уже получается что система будет такой вот бесконечной так и вот давайте мы используем твердить и докажем следующее так Так, в любом. А, так, сейчас, Наталья, я не помню, в тот раз он говорил, что такое Гильбертово пространство. Давайте я еще раз некоторые определения напомню. Итак, полное нормированное пространство. Полноту я точно давал. Полное нормированное пространство называется Банаховым. Но в честь Банаха, Банахового пространства. Дальше. Бесконечно мерное полное евклидово пространство называется Гильбертово. В честь Гильбертово пространства. Ну, вот понятие Банахово и Гильбертово пространство. Ну, мы не тут говорим евклидово пространство. Обычно евклидово пространство считается конечномерными, но, в принципе, это такие нюансы терминологии. Мы будем вот Гильбертово пространство называть полное евклидово пространство. И бесконечномерное. Да, важно бесконечномерное, значит, в нем существует бесконечный набор линий независимых векторов. Далее. Далее давайте такое определение вам дам. Уж не помню, давал я его или нет. Система векторов PN называется тотальной если пространство Х является замыканием линейной оболочки векторов Х Ну, то есть, что значит эта запись? Для всякого Х, принадлежащего Х, существует последовательность такого вот вида альфа НКТ такая, что сумма альфа НКТ альфа НЛТ ФИ ЛТ сходится к Х А что такая система называется тотальной то есть любой элемент Х можно приблизить конечными линейными комбинациями это тотальной системы эксперт альфа НКТ альфа НКТ они зависят от шага при каждом шаге в принципе могут быть свои коэффициенты но важно что всегда у нас раз в каждом шаге у нас есть рассматривается конечная комбинация конечная комбинация векторов так ну ладно следующее утверждение к чему я веду в любом сепарабельном гильбертовом пространстве существует тотальная ортонормированная система ортонормированная система как это доказать есть пространстве парабельная то по определению существует множество а счетное такое что замыкание множество а совпадает со всем пространством существует счетное всюду плотное множество то есть любой элемент x можно приблизить последствий элементов из а до сапси параллельно гильбертово пространстве Но на самом деле здесь Гильбертович даже лишнее, здесь достаточно, чтобы просто было произведение, но ладно, хотя сейчас параметатальная армированная система. Давайте я все-таки уточню, не Гильбертова, а пространстве с скалярным произведением, в всепорабельном евклидовом пространстве. Насчет Гильберта, то есть я тут погоречился, достаточно евклидовости. Да, то есть замыкание А в Х имеется в виду, то есть любой элемент Х можно приблизить последствия элементов из А. Но А счетная, то есть А это и счетная система, АН. Так, ну, значит, как нам доказать, что существует тотальная ортонормированная система? Ну, давайте вот строить эту систему следующим образом. Берем вектор А1, так? Вообще восьмом вектора А1 и так далее, АН. Если они линейно независимы, то по ним построим систему Фи1 и так далее, ФиН. Ну, такую, что Фи и Т на Фи ЖТ есть Дельта и Т. То есть, ну вот, берем по этой системе, строим некую тотальную систему, ортонормированную систему. Ну, а если они линейно независимы, ну, тогда... То выберем линейно независимую подсистему. Так, и опять же, вот, проверение процедуры ортогонизации грамма Ши. Таким образом, как нам построить последовательность, да? Значит, смотрите, значит, что значит, что данная последовательность сходится к Х. Ну, то есть, для всякого Эпсилон существует Н. Значит, такое, что... Норма по L от 1 до N, альфа, N, L, T, Фи, L, T, минус Х. Вот даже вот так лучше сказать. Для любого N большого... Сейчас... Сейчас я скажу, что существует N большое, да? Чтобы для любого N большего, чем N большое, вот это вот... Разность меньше, чем Эпсилон, да? Ну, а теперь что сделать? Давайте вот это вот перепишем... А, только сейчас не Фи... Н, Т, да? А... А, так что я пишу-то, слушайте, так? Значит, есть система... Значит, есть система... Если вот всюду плотно, да, то для всякого Эпсилон найдется N, что для любого N больше, чем N. А, N минус X по норме меньше, чем Эпсилон. Но это то же самое, что А, N сходится к X, да? То есть, А, N – это набор элементов из А. Ну, а дальше мы... А, N выражаем через альфа N ката и ката. Значит, K от одного до R. Да, вот применяя процедуру ортономизации Грамма-Шмидта. Тут мы можем, да, вот взять и выразить. Ну, и таким образом получается, что любой вектор приближается по осуществлению, значит, комбинации из альфа. По осуществлению комбинации вот этой вот системы Фи, которая построена. Вот Фи, она как раз и есть. Тотальное ортономирование. Вот, значит, в любом все параллельном объективном пространстве существует тотальная ортонормированная система. Нам этот, значит, понадобится. Что-то утверждение было воспользоваться. Значит, ну, давайте теперь вот о чем поговорим. О построении проекции в гильбертовых пространствах. Значит, проекции на линейные пространства в гильбертовом пространстве. Значит, проекции на линейные подпространства в гильбертовом пространстве. Ну, итак, пусть у нас L – некоторое линейное пространство. Напомню, что мы договорились, что у нас линейное пространство замкнутое. Замкнутое в каком смысле? Что последствия элементов, принадлежащих линейному подпространству, содержатся в том же пространстве. То есть, если все xn-ные принадлежат L, и xn-ные сходятся к x, то x тоже принадлежит L. Что такое понятие линейного пространства. Далее. Определение. Расстоянием от x до множества a, ну, произвольного множества a, назовем инфиму по всем y, принадлежащим a, от расстояния от x до y. Да, ну, такое логичное пример. Расстояние от точки до множества – это минимальное расстояние до точек данного множества. Ну, минимум, может, не достигаться, поэтому я пишу инфиму. Значит, вот сейчас, значит, смотрите, вот, что мы там из линейной алкебры знаем. Давайте вот такую аналогию нарисуем. Вот есть L – линейное пространство, да? Вот есть некий вектор x. Так, вот, смотрите, есть проекция вектор x на данное множество. Давайте проекцию y обозначим. Ну, вот, в конечном меропространстве в проекции всегда есть, да? Причем, как она обычно строится? Здесь надо перпендикуляр провести, да? И вот, значит, опустить перпендикулярно данное линейное пространство, да? И вот этот вот вектор, который здесь получится, и будет являться проекцией. Вот мы сейчас докажем, что в гильбертовых пространствах всегда существует проекция. Теорема. Ну, о проекции, да? О проекции, да? Так, начну. Пусть L – это линейное подпространство x. L – линейное подпространство x. А x – некоторый элемент из x. Тогда существует и единственный элемент y, принадлежащий линейное подпространство до кое-что расстояние от x до L равняется расстоянию от x до y. То есть мы сейчас докажем, что это минимум достигается. Минимум достигается. Так, проекция. Да, давайте вот все-таки, чтобы нас как-то… Давайте, вот, y со звездочкой обозначу. Y со звездочкой. Так что вот… Ну, просто y углом обозначает произвольные элементы линейного пространства, и y со звездочкой будет, собственно, сама проекция. Так. Ну, значит, как тут быть? Значит, смотрите. Ну, так, предпринимаем доказательство. Понятное дело, что вот эта картинка, она только, так сказать, для понимания дела, да, а пользоваться ей нельзя. Она, значит, пользуется свойствами гибертового пространства, которую мы доказали. Итак, ну, пусть расстояние от x до l равняется d. Ну, например, d. Так. Ну, то есть, что это значит? Сюда попробую вместить. Значит, рассмотрим последовательность y-n-ных, принадлежащих r, таких, что расстояние от x до y-n-ного меньше, чем d на единиц плюс n. Ну, d – это же инфиум расстояние, да, значит, всегда найдется такое, как что расстояние меньше, чем d плюс единиц на n. Так, давайте я сейчас вам напомню, мы в тот раз, помню, такое с вами неравенство параллограммы записали, что x, ну, давайте, не x какой-нибудь, там сейчас какие у нас там элементы, там. Я просто x у нас уже занят, да. Давайте так вот, z1 минус z2 в квадрате плюс z1 плюс z2 в квадрате равняется 2z1 в квадрате плюс 2z2 в квадрате. Помните, мы его тут приводили, это равенство параллограмма. А в прошлой лекции мы о нем с вами говорили. Вот мы сейчас это равенство параллограмма применим к следующим элементам. Так. Давайте возьмем, значит, в качестве этих элементов x минус yn и x, значит, z1 – x минус yn, а z2 – x, ну, и давайте здесь плюс, да, давайте вот, может быть, вот так, плюс yn, а тут, а, z2 плюс yn, да, вот так вот. yn плюс ym, да, вот, пожалуй, вот так вот. Вот, для вот этих вот двух элементов сейчас запишем, значит, равенство параллограмма. Так, ну, здесь надо просто понять, с какой стороны его надо писать. Так, так, сейчас, так. Так, давайте, чё, сейчас, вот. Тут лучше не плюс написать, а минус. Ну, чё, каким-то и пишем, да, на самом деле, вот. А дальше посмотрим, что получится. Так. Так, да. Сейчас я вот думаю, пока, с какой стороны лучше записать. Слева или справа, но хотя тут, может быть, даже и не суть важна. Давайте по порядку, чтобы не запутаться. Значит, что тут получается? Так, z1 минус z2 будет ym минус yn в квадрате. Плюс. Так. 2x минус yn минус yn в квадрате. Равняется 2x минус yn в квадрате плюс 2 на x минус yn в квадрате. А теперь я это вот так перепишу. ym минус yn в квадрате равняется. Вот, значит, 2x минус yn в квадрате плюс 2 на x минус yn в квадрате минус минус. И сейчас мы вот это немножко преобразуем. Смотрите, что я сейчас делаю. Я вот тут двойку вынесу из-под, выносим эту двойку. А двойка, здесь квадрат еще есть, да? Значит, будет 4 на x минус. Так, yn плюс yn пополам. Квадрат. Так, ну ладно, картинка нам пока не нужна. Значит, что получается? Я хочу доказать, что последовательность ym ym является фундаментальной. То есть она сходится к нулю. Но давайте смотреть, что здесь получается. Вот мы xn yn выбрали так, чтобы xn минус yn сходилось бы к d. Да? А что можно сказать про норму x минус yn плюс yn пополам? Ну, она точно не меньше, чем d. Да? В силу того, что yn плюс yn пополам, это элемент линейного пространства. А x это наш исходный элемент. А расстояние от x до m равно d. Так, ну тогда получаем, что это все. 2 x минус yn в квадрате плюс 2 на x минус yn в квадрате. А здесь, смотрите, вот это больше, чем d. Значит, мы вычитаем больше, чем d. Так, вот здесь давайте будет не равно, а здесь будет что? Меньше, либо равно. Но так как в лучшем случае мы вычитим d, да? А вообще, скорее всего, мы вычитим... Значит, величина, она больше, либо равна d. Значит, неравенство будет вот эта история. Минус 4 d квадрат. Да, значит, вот получается, в лучшем случае мы вычитим d. Но, скорее всего, вычитим побольше, поэтому будет меньше, чем d. Так, ну смотрите, что получается. Ed стремится к нулю... Ой, не к нулю, к d. Ed стремится к d. Значит, тут квадрат. Значит, ну или можно представить, ну к d, к d. Значит, получается, 4 d квадрат минус 4 d квадрат. Меньше, либо равна. Стремится к нулю. Значит, получаем, что если мы n и m устремим к бесконечности, то предел yn минус yn будет равен нулю. Следовательно, последовательность yn фундаментальная. А в силу полноты пространства и линейного подпространства yn сходит с какому-то элементу y со звездочкой. Так, ну и при этом расстояние от x до y со звездочкой будет равно пределу при y, но в силу непрерывности расстояние от x до yn, но оно стремится к d. То есть это есть к расстоянию. Да, к расстоянию. Склянное происходит, конечно. Вот. Ну вот, то есть нашли, проекция у нас существует. Значит, вот и yn – это проекция. Значит, нам надо доказать единственность. Ну, как доказать единственность? Пусть существует y штрих, неравный y со звездочкой, такое, что y штрих принадлежит линейному пространству, и расстояние от y штрих до l равняется расстояние от y со звездочкой до l равняется d. Ну, давайте здесь снова воспользуемся правильным пространством правилограмма и применим его в следующем виде. Значит. y штрих минус y со звездочкой. Так, сейчас. Сейчас, как там, лучше сделать так. Давайте мы снова применим равенство правилограммов вектором x минус y штрих и x минус y со звездочкой. А что получается? x минус y штрих минус x плюс y штрих и x в квадрате плюс x минус y штрих плюс x минус y со звездой равняется 2x минус y штрих в квадрате плюс 2x минус y со звездой в квадрате равняется так, смотрите, то, что справа, это будет 4d квадрат здесь x сократится будет y со звездочкой минус y штрих в квадрате равняется 4d квадрат минус а вот здесь вот опять тот же самый трюк сделать двойку вынесем получится 4 на x минус y штрих плюс y со звездой в квадрате значит вот этот вот элемент принадлежит l следовательно все вот это вот так вот, да больше либо равняется чем 4d квадрат а значит все это меньше либо равняется чем 4d квадрат минус 4d квадрат ноль ну норма меньше либо равняется нулю значит она может быть только нулем сеть норма y минус норма y равняется нулю а раз норма равняется нулю то сам элемент равен нулю то есть y со звездой равен y штрих получая противоречие то есть двух минимумов быть не может что к минимуму быть не может так вот ну вот теорема о проекции доказана теорема о проекции доказана так хорошо так теперь так да Так, давайте сотру. Следующая арена будет о перпендикуляре. Значит, смотрите, что имеется в виду, я тут нарисую снова. Вот у нас пространство, вот пространство L, вот X. Вот мы нашли его проекцию, Y со звездочкой. Значит, я утверждаю, что в условиях предыдущей теоремы X минус Y со звездочкой. Давайте мы это H назовем, ортогонален пространству L. То есть этот вектор H, равный X минус Y, со звездочкой, а это вот, да. Так, правильно я X сложил там? Да, правильно. Значит, перпендикулярен пространство. То есть о том, что вот такие образы можно построить перпендикулярно. Так, ну, надо доказать теорему. То есть что здесь можно доказать? Так. Значит, что нас интересует? Что значит перпендикуляр к ленинему пространству? Ну, я уточню эту формулировку. Давайте даже вот, я пока не доказать, а уточню. Для любого Y, принадлежащего L, скалярное определение H на Y равняется 0. Так, а вот теперь будем доказывать. Так, а что мы знаем? Давайте возьмем произвольный вектор Y, принадлежащего L. И мы можем утверждать, что норма разности X минус Y больше либо равняется, чем X минус Y. Так. Вот, это вот то, что нам... А, сейчас мы уточним... Ну, да, для любого Y. Давайте мы вот этот вот Y представим в таком виде. Y плюс альфа на какой-нибудь вектор, так, кто у нас есть в этом пространстве, Z. И Z произвольный вектор Z. Ну, можем так, да, смотрите, если у нас задан Y, то мы можем подобрать Z. Если задан Z, то Y тоже принадлежащий L. То есть, в принципе, все равно, как писать, так либо так. Нам просто такая запись будет удобнее. Альфа здесь число. Тогда вот так запишем. X минус Y со звездочкой минус альфа Z. Больше либо равняется, чем X минус Y со звездочкой. Такое вот неравенство получили. Значит, мы хотим каким-то образом отсюда получить вот... что H на Y будет равен нулю. Так, ну, хорошо. Значит, вот такое вот неравенство. Значит, это норма. Ну, отсюда что следует, что скалярный квадрат X минус Y минус альфа Z на X минус Y минус альфа Z больше либо равняется, чем X минус Y со звездочкой на X минус Y со звездочкой. Ну, то же самое, что в квадрату делим. Ну, давайте здесь немножко сейчас преобразуем. Что получаем? X минус Y со звездочкой. Что-то здесь прекрасно сокращается, да? Ну, отсюда получаем неравенство, что 2 альфа на X минус Y со звездочкой на Z меньше либо равняется, чем альфа квадрат ZZ. Ну, мы можем альфа любых взять. Я хочу альфу взять таким. Никто же не запрещает взять такую альфу? Почему бы нет, да? Так, посмотрим, что получится. 2 альфа в квадрат. Меньше либо равняется. Меньше либо равняется, чем альфа квадрат Z. Так, сейчас чуть-чуть пишу альфа квадрат. А, альфа квадрат. Сейчас, чуть-чуть я не то написал. А, альфа, надо X минус Y представлять вот так вот. Значит, 2 на X минус Y Z в квадрате меньше либо равняется, чем X минус Y со звездочкой на Z в квадрате еще умножить на Z. А, и вот тут я понял, что надо еще относительно Z кое-что предположить дополнительно. А почему-то стоит первый неравенственный переход. Который первый. А, вот это что ли? Ну вот, да. То, что это D, альфа больше не брано, чем D. Смотрите, я вот что, что хочу дополнительно предположить. Смотрите, мы же всегда можем потребовать дополнительно, что я допишу, чтобы норма Z была равна единице. А, то есть, если норма Z равна единице, ну, давайте я здесь вот напишу. Если норма Z равна единице, то получаем, что вот этот квадрат равен единице, 2X минус Y на Z в квадрате, меньше либо равняется, чем X минус Y на Z в квадрате. Ну, а что отсюда следует? Это неравенство может быть выполнено только в одном случае. только когда X минус Y на Z равняется нулю. То есть, я знаю, что X минус Y с Z ортогонально Z. Так, ну, а теперь вот что, да, вот что, значит, смотрите. Вот здесь вот, да, здесь вот проверьте, что вот это вот равенство справедливо, даже если мы будем считать, что норма Z равна единице. Но за счет выбора альфа мы можем всегда получить Y. Да, ну, смотрите, если Y принадлежит L, то Y можно представить так. Вычтем мы из него Y со звездочкой, получим какой-то вектор Y минус Y со звездочкой, ну, и его поделим на альфу, чтобы получить Z. Да, ну, поделим, отнормируем, короче, вектор. То есть, тут что важно? Вот для любого Y существует альфа и Z, принадлежащие L, что Y в таком виде можно представить. Ну, как упражнение проверить, что это можно сделать. Так, значит, X минус Y со звездочкой получается ортогонально Z. А нам что надо доказать, что нам надо найти скалярное произведение X минус Y со звездочкой на Y со звездочкой плюс альфа Z. Так, ну, сейчас воспользуемся свойствами скалярного произведения. Так. Соспользуемся свойствами скалярного произведения. И... Так, сейчас, одну минутку, что там, что мы тут получили? КОЛОДЧИВРЫК. КОЛОДЧИВРЫК. а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так что для любого y, принадлежащего l, x минус y со звездочкой ортогонально l. Ну да, вот, теорема перпендикулярия доказана. Теорема перпендикулярия доказана. Так, есть вопрос. Вроде нет, да? Ну хорошо, так, сейчас, сейчас продолжим. Ну когда мы вынесли норму, то у нас скалярное произведение... Сейчас, так, одну минутку... У нас скалярное произведение 0. А, ну потому что мы доказали, что... Доказали, что если норма z равна единице, так... То скалярное произведение 0. Поэтому мы его и вынесли. Чтобы здесь получить норму, то вектор единицу. А, в самом деле, здесь может даже лишний шаг. Потому что... Так, сейчас... Вот так... Я вот смотрю, тут как тут сейчас мы альфа взяли, так интересно, да? А, знаете что? Может было немножко проще сделать, да. Может было немножко проще. Хотя я тут что-то немножко перемудрил с выбором альфа. Ну ладно, на самом деле не суть важная. Здесь ведь все равно получилось то, что требовалось. Исходить можно было вот так взять альфа, на самом деле. Да, тогда вот это дополнительное условие уже не потребовалось. А, ну да, тогда мы получили одно и то же. А, ну, кстати, да. Да, тогда вне зависимости от того, какая норма z, он сразу это получил. Ну ладно, чуть-чуть я немножко усложнял вам, но ничего страшного. Кстати, вот, да, продумайте, что можно отказаться в условиях z равно 1, и сайт взять вот такие. Так. Так, ну, следующее. Давай сейчас так, сейчас некий заключительный вещь сегодня скажу. Так. Так. Так, значит, такое определение. Такое определение. Пусть а – это некоторое подножество х, обозначим через а с значком перпендикуляра, так называемое ортогональное дополнение а. И это, он состоит из тех множеств х, что для любого а, принадлежащего множеству а большого, а на х равно 0. То есть множество векторов ортогональных а. утверждения, что ортогональное дополнение любого множества является лейным пространством. Я вот отмечу сейчас, что замкнутым. Ну, вот, давайте докажем. Ну, смотрите, пусть два вектора x, y принадлежат ортогональному дополнению а. Это значит, что для любого а а на х равняется 0 и а на у равняется 0. Ну, тогда, понятное дело, альфа х плюс бета у умножить на а в силу свойств, когда определение тоже будет 0. Ну, следовательно, альфа х плюс бета у также принадлежат ортогональному дополнению. Ну, теперь надо проверить замкнутость. Для этого мы вот, что сделаем. Пусть есть последовательность xn, исходящаяся к x. Нам надо проверить, что из того, что а на xn равняется 0, следует, что а на x тоже 0. На самом деле нас тут эта разница интересует. Выполнено 0 или нет. Ну, а теперь мы воспользуемся непрерывностью скалярного произведения, о котором мы сегодня говорили. предел а на xn равен а на x. Но, с другой стороны, этот предел равен 0, поскольку все эти элементы последовательны равны 0, а это значит, что а на x равна 0. Ну, следовательно, x принадлежит ортокональному дополнению. Так. Следующее утверждение такое. что любой вектор x предлежащий пространству x. Напомню, у нас сейчас полное там Гильбертово пространство у нас сейчас. Мы пока в них живем. Гильбертово. Значит, существует и единственное. Так. Сейчас. Для любого x. тут надо уточнить. Давайте сюда. Пусть l это линейное подпространство x. Это для любого x. Тогда, да, для любого x существует единственное y, принадлежащее l и h, принадлежащее ортогональному дополнению, такие, что x равняется y плюс h. Давайте это докажем. так. Ну, смотрите, мы уже знаем, что x можно представить в виде y со звездочкой, где, это проекция, проекция x на l плюс x минус y со звездочкой. При этом x минус y со звездочкой сила перпендикулярия лишь ортогональному дополнению. Ну, а y со звездочкой принадлежит l. Есть вот такое, вот такое есть представление, да. Так, давайте мы его h со звездочкой назовем тектором. Получаем y со звездочкой плюс h со звездочкой. Так, но, далее, как доказать, что это разложение единственное, опять же, от противного. Опять же, от противного. Так, пусть x равняется y штрих плюс h штрих, где y штрих принадлежит l, h штрих принадлежит ортогональному дополнению r. Но тогда y с звездочкой плюс h с звездочкой равняется y штрих плюс h штрих. То есть y с звездочкой минус y штрих равняется h с звездочкой минус h штрих. Но заметим, что вот этот вектор принадлежит ортогональному blendополнению, поскольку ортогональный дополнительный пространство matter dans получается один вектор из ортогонального дополнения другой это сам вектор так ну тогда смотрите что я получаю но раз этот принадлежит это тоже получаем у минус у на h минус а штрих равняется с одной стороны это ноль в силу того что один принадлежит л другой принадлежит ортогональный дополнение но с другой стороны это y' минус y' квадратен скалярный квадрат равна здесь норма ну и квадрат норма получается что квадрат норма равен нулю последняя y' равняется y' со звездой но точно так же получаем что опять же в силу данной раз что h со звездой минус h' на h со звездой минус h' равняется в квадрате квадрате равняется 0 вот тут получаем что то есть ортогональное дополнение единственно данное представление единственно но и замечание вот это вот утверждение теории можно переписать в следующем виде x равняется прямая сумма плюс ортогональное дополнение собственно я вот утверждение об этом говорит вот это как раз вот есть эта запись прямая сумма так так давайте здесь вот в качестве упражнения дам следующее докажет что ортогональное дополнение к ортогональному дополнению это саму пространство сам и здесь вот можно использовать как раз теорему единственное представление нам здесь поможет так ну и еще одно заключительное утверждение уже получается сегодня так заключительное утверждение на сегодня так так вот если x принадлежит x y со звездочкой это проекция x на l то h равный x минус y со звездочкой так 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 является проекцией x 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 Заметим следующее, что существует единственное Y, принадлежащее L и H, принадлежащее ортогональному дополнению. Что X равняется Y плюс H. Теперь здесь. Так, сейчас. Значит, смотрите, если H' это проекция X на ортогональное дополнение M, то согласно предыдущей теореме, или вот этому утверждению, которое мы сейчас доказали, X равняется Y' плюс H'. А, нет, подождите, сейчас еще говорю. Так, нет, нет, не проекция, значит. Согласно предыдущему... Если H' проекция... А, нет, ну можно и так, да. При этом Y' принадлежит ортогональному дополнению, ортогональному дополнению, да, а H' принадлежит, собственно, ортогональному дополнению. Но мы-то выяснили, что ортогональному, точнее, не выяснили, я вам какое-то упражнение не оставил, что ортогональному дополнению это само L. Но, значит, получили, что X равняется Y' плюс H', где Y' принадлежит L, а H' принадлежит ортогональному дополнению L. Так, ну а что это значит? У нас одно разложение уже есть. Оно единственное, да. Отсюда что следует, что Y равняется Y', а H равняется H'. Так, а отсюда что получается? Получается, что в силу того, что H' принадлежит ортогональному дополнению L, получаем, что H' есть X минус Y'. H' есть X минус Y'. Ну да, и, значит, в силу теоремы O' перпендикулярен, как раз будет и ортогонален L' с разводочкой. Так. О, нет, L' О, нет, L' Нет. Так. Это не то, не то, не то. Сейчас, одна минутка. Вот так. H с O' 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 О' А, ну, не, если H' О' с O' с O' с O' с O' с O' Так. Ну, ладно, вот, в общем, чё-то я тут, по-моему, немножко вас запутал в конце. Так. Ну, ладненько, давайте заканчивать на сегодня. Чё-то я Реде-Фурье уже не успел. Ну, ладно, в следующий раз тогда про Реде-Фурье поговорим. Так. Есть какие вопросы? Ваше! Уже! Продолжение следует... Т. 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 Т.